Правша, потерял свою правую руку. Упал дома на стекло, разорвало все, что можно. Убить Билла смотрел, покажем. То, как он работает этой рукой, как он двигается, мы сейчас с ним поспарингуем. Немножко мою руку перерезали, правда, в фарш, но это ничего страшного. Не было микрохирурга, который бы мог мне нервы сшить. Артерия была разорвана, ушла далеко, и пришлось из ноги доставать. Лучевой нерв разорван, сухожилие. В общем, ничего хорошего. Это для тех, кто после небольших травм опускают руки, перебросают спорт. Я решил пойти сразу в зал. Тренер мне, конечно, сказал, что я дурак. Но из зала не выгнал, за что ему очень-очень большое спасибо. Друзья, всем привет. Вы на канале Bodymania. С вами Мамлеев Наиль. Сегодня мы приехали на базу Adidas Рибок. К моему другу Роману Гурину. Сегодня покажем его историю. У него была очень тяжелейшая травма. И то, как он продолжил заниматься спортом. Сегодня покажет свои любимые фишки в тайском боксе. Расскажет свою историю. Мы с ним поспарингуем. Смотрите, будет интересно. Знакомьтесь, это мой близкий друг Гурин Рома. Всем привет. Да, мастер спорта по тайскому боксу. Ром, расскажи нашим зрителям о себе немножечко, чтобы познакомиться. Мне 25 лет. Я занимаюсь тайским боксом. В спорт пришел довольно-таки, ну, уже можно сказать поздно, в 17 лет. Но, тем не менее, успел уже во многих местах побывать. От обычных, там, открытых рингов до, там, мастерских, до, там, четверки К1 среди профессионалов. Боев за рубежом. Было пару опытов. В Китай ты ездил, да, как я знаю? Да, ездил в Китай, в ЛФ. Очень такая хорошая организация, я бы сказал. Друзья, Рома является мастером спорта по тайскому боксу. Вот. Сегодня мы с ним проведем тренировочку, такую небольшую. Он покажет свои какие-то излюбленные фишки. И у него есть такая немножко мотивационная история. Он ее в процессе тренировки расскажет. Это для тех, кто после небольших травм опускает руки, перебросают спорт и так далее. Потерял руку. Потерял свою правшу, потерял свою правую руку. Достаточно глупо. Упал дома на стекло, перерезал все, кроме кости. То есть рука осталась на одной кости. Разорвало все, что можно. Убить Билла смотрел? Да. Да, вот примерно так же было. Понятное дело, проснулся в реанимации уже, спросил, что да как, спросил, можно ли мне потом заниматься спортом. Сказали, ну, нет, про спорт забывай. Все, это уже не твое. Это, наверное, такой самой большой внешней мотивацией для меня было, что просто доказать, что это не так. Сейчас у нас будет история с вертушкой. Для этого нам нужно немножко потянуться. То мы немного деревянные спортсмены. Так что особенно наиль. Поэтому поехали. Я уже старый. Расскажи, сколько ты работаешь тренером уже? Если брать именно вот такой официально, то уже, наверное, года четыре. А так я уже лет с 19 заменял тренера потихонечку, перебирал его опыт. Тренер, кстати, Амиров Шамиль. Сейчас он тренер сборной Москвы. Очень крутой молодой тренер. Чуть старше меня. Я до сих пор к нему на «вы» обращаюсь. Пром, слушай, давай расскажи нам еще раз, что ты сегодня нам будешь показывать. Какие твои излюбленные фишки в боях? Самое мое любимое, но это мы оставим на потом. Сейчас мы такое вторичное отработаем. Самое мое любимое – это скидывание защиты. Когда противник уходит в глухую, и ты не знаешь, что с ним делать. Вроде и клинч особо не помогает. И пробить его сложно. Мы сейчас будем это развивать. Как раз здесь у меня и сохранилось. Ну, у меня было две операции. Почему две, сейчас объясню. Потому что не было микрохирурга, который бы мог мне нервы сшить достаточно такого хорошего. И пришлось ехать в другое место. Протезирование делали. Артерия была разорвана, ушла далеко. И пришлось из ноги доставать вену. Ну, это, в принципе, такая у нас большая практика в этом. Фу. Лучевой нерв разорван, сухожилие. В общем, ничего хорошего. Ваш соперник ушел в глухую оборону. Вот он ушел, и вы ни здесь, ни здесь, ни корпус. Пробить его никак нельзя. Что нужно сделать? У нас есть два варианта. Есть вариант сложный. Это чуть-чуть подразбить его легкими ударами. И потом запихивать. Уже такой достаточно акцентированный удар. Есть вариант простой. Просто скинуть эту защиту. Каким образом это будет происходить? Мы прячем эту защиту под удар. Допустим, я прячу через джип. То есть, обозначаю как сдвоенный джип. То есть, раз, два. Но второй удар я завожу за перчатку. То есть, первый джип я обозначаю, заставляю его уйти в глухую. Второй джип я хватаюсь за перчатку. Хватаюсь с кресла. Давайте покажем с этой стороны. То есть, прикормил, допустим, здесь надо бить двойку. Прикормил, раз, дальше. Вторую руку увожу за перчатку, два. Отсюда уже движение должно быть обоюдное. Не скинуть, а потом ударить. А все вместе. Бам. При этом, не забываем о своей защите. Надо прекрасно понимать, когда вы делаете какое-то действие, на него всегда найдется противодействие. То бишь, здесь в первую очередь мы защищаем голову. Но надо понимать, что у нас здесь есть печень. Поэтому нужно немного подготовить почву себе. Нужно заставить его защищаться. Именно первым действием мы начинаем это делать. То есть, мам, он ушел в защиту, ушли сюда. Смотрите, очень важный момент. В перчатках очень тяжело хвататься. Поэтому засовывайте ее глубже. То есть, он будет держать ее достаточно плотно. Засунули, прям за большой палец схватились. Выдергиваем назад, засовываем боковой. Бам. То бишь, движение очень простое, но оно очень эффективное. То есть, идите от простого. От простого всегда легче идти к сложному. Встали, еще раз чуть быстрее. Бам. Есть вариант, опять же попроще. Только мы с Наилем развернемся через переднюю руку. Это не бить и хватать за перчатку. А раз, два. При этом не забываем. У нас должно быть плечо здесь. Просто ни в коем случае не оставляйте себя без защиты. То есть, джеб, джеб, прикормили, джеб, джеб, прикормили. Раз, два, три. Зашли туда с боковым. Там уже дальше можете спокойно развивать свою атаку, если она у вас получилась. В любом случае, если она у вас не получилась, но вы хотя бы как-то себя защищали, вы много не потеряете. В период восстановления, ну, говорили, года два, два с половиной. Просто придется восстанавливаться без особых таких каких-то тренировок. Без какого-то СФП. Да, грубо говоря, без нагрузок. Просто восстанавливайся. Я их особо не послушал. Мой юношеский максимализм взял свое. И на самом деле мне с этим очень повезло. Ситуация, конечно, с рукой тут она не очень. Это большой минус. Но если выглядеться, есть куча-куча таких маленьких плюсов, которые прям перерастают в один большой. Я узнал там, что у меня такие там крутые друзья, что там за меня так переживают. Ну, увидел, кто рядом. Кто, да, кто рядом, кто не мог, тот просто звонил каждый день, еще что-то. Там в больнице уже вешались от меня и от людей, которые... Я понял, к тебе приезжали, да. То есть, ну, я прям, это вот для меня очень-очень такой... Если бы, наверное, не друзья мои, то я бы вообще паник там. Вертушка. А это туда, это удар, который нужно прятать. Его очень видно. Допустим, если брать не особо подготовленного человека, даже пусть подготовленного, даже который не пробовал ее бить. То есть, с чего начинается это действие? Он подготавливает себе почву. Он начинает левую ногу ставить боком, грубо говоря. То есть, ему нужно вывести плечо вперед. Это видно становится. Да, это сразу становится видно. То есть, как только нога уходит вперед, я понимаю, что будет или в корпус, или вертушка. Как это спрятать? Мы его будем крикетировать под боковой. То есть, мы наносим боковой удар. Бам, вот он. За шагом, получается, да. Да, обязательно за шагом. Именно так мы себя будем раскручивать. А боковой обязательно дальний, опять же. Будьте внимательны, не делайте это с прыжком. То есть, не должно быть такого, что вы делаете это на челноке или еще что-то, потому что вы просто завалитесь. Здесь, что мы делаем? Мы засовываем свой боковой. Изначально себя уже закручиваю. То есть, вот я показал боковой. Дальше я выталкиваюсь задней ногой, вывожу пятку. То есть, я не просто корпусом тянусь. Я толкаюсь, я себя закручиваю. Мам. Фишка гениальная и простая. Вот этим боковым можно спрятать все, что угодно. То есть, боковой, пятка. Боковой, пятка в корпус. Также боковой бэкфист. То есть, пользуйтесь. Но подберите момент. Напоминаю еще раз. На каждое ваше действие должно быть отведено определенное время и определенный час. Поэтому берем вариант чуть быстрее. Раз, два. Покажи более в таком боевом варианте. Я руки подставку делаю. Я его раскидываю, раскидываю, дергаю здесь. Показал, ударил. Момент с растяжкой. Если, допустим, нога у вас не позволяет, вы такие же деревянные, как и мы с Наилем. Заведите корпус чуть ниже. То есть, раз. И уведите левое плечо вниз. Вам так будет гораздо проще. Ну и куда же тайский бокс без клинча? Это прям не мог я не оставить. Это самая такая визитная карточка нашего спорта. Как нам отсюда наносить достаточно такие акцентированные удары коленом в клинче? Обращу внимание. То есть, по правилам тайского бокса, когда вы работаете в клинче, смотрят на акцентированные удары коленом. Не бедром. То есть, вот это у нас не засчитываются. Поэтому, там, многие ребята заходят, в клинче проработают, им не отдают победу, они удивляются. Да я так бил, да я то, я сё. Нет. Это просто не считают судьи. Здесь. Что сейчас будет делать Наиль? Точнее, не Наиль, а я. Чтобы ударить отсюда достаточно плотно, нам нужно открыть. Открыть вот эту вот часть. То есть, клинч это достаточно такая плотная борьба у нас в стойке, поэтому очень сложно отсюда ударить и при этом попасть. Что мы будем здесь делать? Мы будем подтягивать вот этот локоть к себе. То есть, наша задача вытянуть его, отключить эту руку. Надо помнить, что нужно контролировать заднюю, потому что он может сделать то же самое. И отсюда, и отсюда я уже могу открывать здесь окошко. То есть, допустим, он подхватил меня здесь, достаточно крепко держит. Мне нужно засунуть вот сюда вот руку, предплечье, грубо говоря. И дальше открывать окно. Открываю и закрываю я по своему усмотрению, потому что бить могу как и я, так и он. То есть, открыл, мам. Допустим, Наиль отсюда хочет открыть, не-не-не-не, с этой же стороны ударить. Мам, я его просто закрываю. Поэтому контролируйте везде в клинч. Это по большой степени контроль. Второй момент. Когда вас застали врасплох и схватили в клинч. То есть, здесь, допустим, доминантная позиция. У нас есть обоюдная, когда мы оба номера работаем за шею. Есть доминантная, когда один работает за шею. Вот, все, он уже схватился. Его задача бить. Что мы здесь делаем? Очень простой прием, позаимствованный у дзюдоистов. Мы здесь грузим его руки в шот. Мы не даем ему бить локтями. Дальше, что мы делаем? Мы делаем просто уклон. Мы выводим плечо вперед. То есть, я просто разворачиваюсь. Наиль, держи крепко. Максимально крепко. Держи. Вот. Даже не контролируя его руки. Вот, я встал отсюда. Развел плечо. То есть, Работает. Оно прям очень крутое. Объясню почему. На силу здесь не подержишь, потому что вы здесь выламываете локоть. Да. Локоть, плечо. И прям максимально неудобное ощущение. Корпус мощнее, чем руки. Вот. Встали здесь. Да, вот держу. Максимально сильно, в принципе. Смотрите, момент. Крутиться легче в ту сторону. Где опорная нога? Нет, не где опорная нога, а где рука. То есть, сейчас его левая, правая рука сверху получается. Нет, снизу. А, снизу? Да. Да, все, тогда снизу. Здесь мы крутимся к его ноге. То есть, плечо к ноге. Нам. Все, я понял. Ты чувствуешь, да, получается, когда какая снизу, какая сверху? Или это с опытом? Это с опытом приходит, это всему свое время. Ты прям догадываешься. По большой степени рука. Здесь можно раздергать. Рука, которая снизу, она чаще всего будет дальше. Ну и чувствуешь ты ее, в принципе. И ты, в принципе, да, чувствуешь, с какой стороны тебя больше натягивает. То есть, какому плечу тебя тянет, та рука и ближе. И здесь. Подкрутились. То есть, очень простое движение. Устали здесь, бум. В одну сторону, в вторую сторону. Попрошу не делать у себя в зале, потому что очень травмоопасно. То, что плечо идет на излом. Да, плечо идет на излом. К тому же, если мы здесь, ну, в любом спорте есть грязь, и что бы мы ни делали. Если подзажать ее здесь, будет очень неприятно. Дорога позанимались. Пора выпить протеи на высшеме. О, Серега Тарануха. Фанта. Он после всех этих своих приключений с рукой, вот, смог выиграть Москву. И сейчас мы покажем то, как он работает этой рукой, как он двигается. Мы сейчас с ним поспарингуем. А теперь фейс-то-фейс. Отжи, стыслава, как. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Опа! rсм ах н Ребята, подписывайтесь на канал ММА Мания. Там вы увидите больше боев, больше мяса и больше жести. Я вас буду ждать там. Ставьте лайки. Потом все-таки депрессия достала меня. Если в больницу я приходил, 86 килограмм приехал. Уехал, точнее не уехал, через месяц упал в полную депрессуху, прям в лютую, весил 60 килограмм. То есть единственное, что я делал полтора месяца, это пил воду и спал. Мне больше ничего не хотелось. Я не работал, я никуда не шел. Но это ты в больнице был еще? Или дома уже? В больнице я еще как раз на бодряках был, более-менее. Подсыпывали что-то, походу. Бодрили. Бодрили, да, чем могли. А вот дома уже, дома уже вообще крайняк вот эти вот четыре стены. Они прям вот, они с каждым, с каждым днем все уже и уже были. Потом дошло уже вот до такого, что я не знаю, то ли привык, что меня жалеют, то ли еще что-то. Что уже... Ты обычно нелюбитель. Да, я обычно там нелюбитель мольбу какую-то выпрашивать. Этот, на что матушка уже, ну, прямым текстом мне сказала, да ты надоел, иди уже что-то делай. То есть это, наверное, это вот первый мой такой волшебный пинок был, который мне сделали спустя, получается, там, сколько я всего просидел? Ну, два-два с половиной месяца я вот просидел вот так вот, в общем, это с больницы и дома. Меня уже выпнули, можно сказать, выгнули, насильно сказали, иди, ну, чем ты занимайся? Что, ну, там, жизнь, жизнь не потеряна на этом. Я решил пойти сразу в зал, тренер мне, конечно, сказал, что я дурак, но из зала не выгнал, за что ему очень-очень большое спасибо, потому что вот именно там моя реабилитация началась, вот, если брать в полной мере. То есть это там, у меня рука, вот она вот такая вот висела, то есть все, она у меня и не разгибалась, связки разорваны все, поэтому руку было очень... Когда мениски ты рвешь, ногу не можешь ни согнуть, ни разогнуть, то же самое с рукой было. И плюс было отрезано, отрезан нерв лучевой, и за счет этого кисть не работала. То есть рука была мертвая полностью, я ее не сжать, не разжать, и, ну, никакой палец не работал. Как пришел в зал, начал работать, ну, естественно, операции были до этого. То есть, да, они там немножко мою руку перерезали, правда, в фарш, но это ничего страшного. Пришел в зал, там начал работать над железом. По большому счету начал работать с резиной. С резиной, со жгутами, вот, там, в них самая сила была. И потом уже начал становые, не становые, там, уже такие, ну, веса серьезные пошли, там, на руку начинал грузить. 160-180 килограмм становый. Потом спарринговался, уже вот в полной мере, да. Да, неприятные ощущения, они, конечно, в любом случае остаются, но хорошо, что вообще осталась рука. Ну, после начала травмы, вот как она у тебя произошла, ты через полгода, насколько я, если, ну, по срокам не ошибаюсь, я знаю, что ты Москву выиграл по тайскому боксу. Это следующую Москву. Прошлого, точнее, первую Москву перед травмой я дошел до финала у меня. Три или четыре боя было. В финале мы с Док и Гурмаевым дрались. Док, если ты смотришь, я люблю тебя. В следующую Москву, это уже был Кубок Москвы, я вышел, уже достаточно в такой хорошей форме, на 71 килограмм я боксирую. Опять же провел то ли три, то ли четыре боя. В финале опять встретился с Докой. И там уже судьи отдали победу мне. Ну, это к тому, что тебе врачи говорили, что тебе только около двух лет придется восстанавливаться вообще? Они вообще говорят, помимо того, что восстанавливаться около двух лет, так это еще и про спорт забыть, в принципе. Вот, ну, а я говорю, а ты после травмы через полгода уже выиграл? Через шесть месяцев я уже дрался на чемпионате Москвы, да. И выиграл ее. Мораль такова, ну, не надо никого слушать. Да, не слушать. То есть, нет, надо прислушиваться. Но не опускайте руки, друзья, потому что я сам тоже как тренер сталкиваюсь очень часто с ситуацией, что бывают взрослые мужики, сопли чуть потекли и все, там на две недели пропадают, начинают сразу, не знаю, плакать, не плакать, как это сказать, чтобы не грубо. Но, в общем, оставайтесь мужчинами, не опускайте руки, потому что вот вам живой пример, когда человеку говорили, что он не будет заниматься вообще спортом. И через полгода после очень серьезнейшей травмы, к сожалению, я не знаю, навряд ли вам фотографии смогут вставить. То, что было с рукой, просто я видел, это очень зрелище для слабонервных, вот. Но не опускайте руки, при каких-либо травмах вы останавливаетесь грамотно и тренируетесь так же дальше, не опускайте руки. Попробовал свою лизочку. Попробовал свою лизочку. Хару! Друзья, сегодня мы были в гостях у сильного духом спортсмена Романа Гурина в доме спорта «Адидас». Все, кто желают заниматься тайским спортом, очень советую его как тренера. Ром, скажи какие-то пожелания нашим зрителям. Будьте добрее и чуть лучше, чем вчера. Наверное, вот так вот я скажу. Это, наверное, максимум, что я могу вам пожелать. Здоровья. А остальное, я думаю, можно купить. Правильно? Ну, в наше время, да. Друзья, подписывайтесь на наши инстаграмы, ставьте лайки, если вам нравится эта рубрика. Вот. И пишите в комментариях, с кем бы вы хотели бы увидеть следующий ролик. Спасибо за ваше внимание. Желаю всем здоровья и добра.